Приветствую вас, я прочитал ваш вопрос, прочитал я и ответы экспертов, чтобы не повторяться, чтобы не быть банальным, как вы говорите, как вы выразились. И вы знаете, ну, я долго на самом деле думал о том, с чего начать ответ свой. И, наверное, начну я его, как это непорадоксально будет звучать, начну я его не с ответа на ваш вопрос. Да, что, не с того, что вы пытаетесь понять, не с того, что, какой запрос вы нам даете, потому что, ну, понятно, что на эту тему я выскажусь. Я хотел бы вам сказать, что, вот, как вот мне показалось из вашего сообщения, да, как мне показалось из вашего текста, что, если раньше вы свои проблемы, которые у вас были, значит, списывали на усталость, вот, то теперь, значит, вы списываете свои проблемы на наличие у вас психологических проблем. То есть, как это у вас происходит, значит, вот вы до того, как решили, что у вас есть какие-то психологические проблемы, мы всерьез полагали, что имеет место быть усталость, и этой усталостью старались объяснить все, что с вами происходило. Значит, сейчас, когда вы поняли, что ситуация несколько более серьезная, что усталостью объяснить это невозможно, и когда вы поняли, что у вас явно не усталость, вы начали списывать это на психологические проблемы, ну, на наличие психологических проблем. Вот здесь как бы не получилось так, что вы для себя найдете новую отдушину, которую вы будете объяснять свое состояние состояние. То есть, психологические проблемы, да, психологические проблемы, безусловно, у вас есть. А кто-то вам скажет, что и не только психологические, но и, может быть, даже и физиологические, может быть, даже и психиатрические и так далее. Дело не в этом. Дело не в том, какие у вас проблемы. Дело в том, насколько вы готовы решать свои проблемы. И лично меня настораживает тот факт, что вы, когда чувствовали усталость, когда начали замечать три с половиной года назад, я даже сейчас это уточню, да, три с половиной года назад, когда вы начали замечать, что у вас начались проблемы. И если вы в этот момент чувствовали, что это из-за усталости, вы ничего, по крайней мере, по, ну, вот как из вашего текста следует, вы ничего не сделали для того, чтобы от своей усталости избавиться. то только в 2016 году, как я понял, опять же, заранее прошу прощения, если неверно понял вас, только в 2016 году вы всерьез надеялись, что новогодние каникулы помогут вам, значит, отдохнуть и вам полегчать. Этого не произошло, и вы решили написать нам. То есть это вот первый момент, на который я хотел обратить ваше внимание, если говорить именно с точки зрения психологии. То есть излишняя рационализация. Понимаете, слово рационализация, уверен, вам не встречалось в тех материалах, которые вы сверху или в интернете. Термин рационализация, как и многие термины в психологии, достаточно, знаете, многогранно. Вот здесь рационализация является вашим средством защиты. Вы защищаетесь. Вы защищаетесь от проблемы и избегаете ее. Вот в гестант терапии, у нас здесь есть гестант терапевты, если они вам ответят, то я думаю, может быть, они подтвердят мои слова. Гестант терапия это называется избегание. Когда человек избегает своей проблемы, пытается ее объяснить, объясняет ее, и общество какое-то время живет с этой проблемой. Спокойно удовлетворяет просто тем, что он ее объясняет. Еще раз повторю, у вас нет, нет у вас в вашем тексте чего-то такого, что давало бы понять нам, что вы старались как-то справиться с вот этой вот своей усталостью. «Пока еще усталостью». Понимаете, «Пока еще усталостью». Это вот просто я хотел вам сказать. Теперь, если мы с вами говорим о вашей проблематике, значит, вы спрашиваете нас о том, как выйти из этого состояния, из своего нежелания что-либо делать. Ну, во-первых, давайте скажем так. Я не спорю со своими коллегами. Я не противопоставляю свое мнение их мнению. Я считаю, что они с каждой правой. По-своему, со своей стороны. Я вам скажу так, что у депрессивного состояния, так же, как и у депрессии, помимо клинической картины, и помимо тех симптомов и проявлений, которые нужно решать через медикаментозное вмешательство существует, и через психологическое обоснование, это психологическое обоснование раскрывается через негативные установки, негативные смысловые установки, которые и, собственно, определяют вот это вот ваше состояние на данный момент. То есть, понимаете как? Вот вы говорите, что вы всегда были депрессивным подростком, что вы всегда были интровертом, да? Что, в общем, какая-то доля вот депрессивности у вас есть. Несмотря на это, вы всегда были среди друзей, и вы любили находиться среди людей и выступать на сцене. Понимаете? Далее вы, в 50-м, вы стали генеральным директором маленькой фирмы. И для интроверста это несколько энергизообразно. Так вот, если смотреть на вашу проблему просто со стороны, то получается как? Была некая психологическая картина вашего состояния, скажем, когда вам было лет двадцать... Ну, может быть, двадцать четыре вам года было, да? Вот где-то так. Как раз вот, так сказать, когда три с половиной года назад началось. Двадцать четыре года назад вам было. Когда вы, в принципе, как-то вот уравновешивали вот эту вот свою изначальную депрессивность, вы ее уравновешивали тем, ну, какой тогда у вас была деятельность. А теперь, когда вы стали генеральным директором, уравновешивать больше не получается. И из-за этого вы перестали справляться со своим депрессивным состоянием, которое, в принципе, было у вас всегда, как вы говорите. И просто вы перестали справляться, опять же, из-за того, что вы не беспокоились о своем психологическом здоровье. Не использовали средства релаксации. Не использовали, значит, отдых должным образом. Не достаточно четко интроспектировали себя. Как бы не прислушивались к себе. Поймите, интроверт – это человек, который в себе, да? Это человек, который любит находиться наедине с собой. Это человек, которому необязательны другие люди. Но интроверт – это необязательный человек, который может вести отчет о себе. И это далеко не обязательно человек, который прислушивается к себе и доверяет себе. Понимаете? И вот, судя по тому, что вы делаете, вы как раз таки себе не доверяете. Тут вот некоторые эксперты берут на себя такую ответственность, говорят вам, что вы лукавите тем, что, ну вот, говорят, что у вас все в порядке с самооценкой, и что самоуничижением вы не занимаетесь. Я не буду это оспаривать, это может быть так. Но вы не осознаете тех процентов, точнее не осознаете тех процентов, осознавать и осознавать – это разные вещи. Вы не осознаете тех процентов, которые у вас происходят. И не осознаете тех процентов, скорее всего, с подросткового возраста. Именно поэтому вы депрессивный человек изначально. Депрессивный и пессимистический. Потому что пессимизм – это опять же негативная установка, смысловые негативные установки. Они у вас всегда были. Но вы своей деятельностью, может быть, отсутствием должного количества ответственности, это компенсировали. Сейчас вы уже не можете справиться с этим. Ваших сил не хватает. И, соответственно, для того, чтобы выйти из этого состояния, вам нужно либо искать себе силы, а это, если говорить именно о психологии, то это, соответственно, лучшее понимание себя, разбор ваших смысловых установок, разбор ваших ценностей, проработка, ну, анализ вашего отношения к работе, отношения к людям. Значит, анализ причин, по которым вы решили стать генеральным директором маленьких фирм, при том, что вы интроверт. То есть, почему вы выбрали изначально, ну, как бы, не очень подходящую вам работу? Почему вы, будучи интровертом, например, были среди людей и выступали на сцене? Не было ли это у вас реакции на определенный комплекс и попытка, как бы, доказать кому-то, что вы не такая, какой вы себя чувствовали, а что вы, например, другая? Понимаете? То есть, вот это все нужно анализировать, чтобы вам расширять свое сознание, расширять свое понимание, лучше понимать себя, людей и причины, по которым вы занимаетесь тем, чем занимаетесь. Это первое. И второе. Это снижение планки требований к вам. Я имею в виду, что если вы хотите в это состояние, вам нужно перестать быть генеральным директором своих фирм. Эта работа не для вас. Вам нужно что-то такое, где бы вы не тратили так сильно свою энергию, где бы вы все-таки больше занимались тем, к чему у вас действительно лежит душа. А здесь соответственно выступают на передний план ваши склонности, ваши желания, ваши потребности, мечты и, соответственно, вопрос их реализации. И если получается так, что вы занимаетесь не тем, что вам нравится, а вы ничего не говорите, не говорите про свою работу, ничего не говорите, почему вы не стали, как так получилось и прочее, да? То очень может быть, что вы занимаетесь не своим делом. И отсюда у вас тоже усиливается вот это самое депрессивное состояние, о котором вы говорите. Понимаете? Далее. Апатия. Про апатию можно сказать так. Значит, апатия – это результат понимания человеком того, что от его действий ничего не меняется. В истории психологии, в экспериментальной психологии зафиксированы такие случаи, когда животное оказывается в невыносимых для себя условиях и не имеющее возможности что-либо сделать, просто принимает эту ситуацию и перестает бороться. у вас, по сути дела, признает поражение. И у вас возникает, по сути дела, тот же феномен. Это именно тот феномен, когда вы просто-напросто не чувствуете результата от своей деятельности. Вы не чувствуете того, что из-за ваших действий вы получаете то, чего вы хотите. То, что вам нужно. Соответственно, возникает вопрос. От чего вы хотите? Что бы вы хотели получать от своей деятельности? Каким окружающим миром вы хотели бы видеть? Что вам не хватает в этом мире? Какой эффект вы хотите наблюдать от своих поступков? От своих действий и так далее, и так далее, и так далее. И это тоже очень важный момент. Далее. Вы, значит, не желание общаться с людьми. Здесь статья заключается следующее. Тоже вряд ли вы видели это в интернете. Обычно, в правом, такие вещи не пишут на популярных ресурсах. Не потому, что они плохие, а просто потому, что это все-таки такой более, на мой взгляд, узкоспециальный термин общение. Знаете, входя в мир психологии, нужно четко понимать, что у каждых слов, у любых слов прощения, есть смысл, а есть значение. Так вот, мы говорим слово «общение», употребляем его всегда в определенном значении. Значение этого слова – это взаимодействие с другим человеком, с людьми. Но, в действительности, общение – это не взаимодействие с людьми. Общение – это значит общее, это обобщение, да, от частного к общему. Так вот, когда человек общается с другими, он сравнивает себя с ними, он сталкивается с другими точками зрения, да, с другими точками зрения, с другими взглядами и прочее. И он через эти точки зрения, через взаимодействие с другими людьми реализует себя как личность. Он делает, по сути, выбор, личностный выбор. Вы не хотите общаться с людьми, и это наводит только на одну мысль. По крайней мере, меня. По крайней мере, вот, говоря о конкретных ваших проблемах, что вам не хочется сравнивать себя с другими людьми, вам неприятно сравнивать себя с другими людьми. Вам это представляет дискомфорт, что вы сравниваете себя с другими людьми. Вам не нравится то, что вы видите, сравнивая себя с другими людьми. И здесь я могу вас на самом деле только спросить, а что же вы такого видите в общении с другими людьми, при взаимодействии с другими людьми, что вас это заставляет испытывать дискомфорт? Знаете, именно в сравнении с другими людьми мы видим какие-то свои недостатки. Именно в сравнении с другими людьми мы видим какие-то свои проблемы, какие-то свои недоработки, какие-то свои трудности и так далее. И вот если я вам сейчас говорю о нежелании общаться с другими людьми, то это у вас именно не желание сравнивать себя с другими. Почему? С чем это связано? Вот на этот вопрос вам нужно отвечать. Ну и теперь, после того, как мы раскрыли эти моменты, мне бы хотелось отдельно сказать вам о том, что это все является в принципе важными моментами. За моментами ничто по сравнению с тем, что уже в подростковом возрасте, по сути дела, у вас наблюдались проблемы. Проблемы такие, что вы были депрессивным и пессимистичным с подростком. И вы знаете, что именно в этом возрасте, в подростковом возрасте образовывались те самые причины, те самые смысловые установки, которые сейчас вам мешают. И нужно разбирать ваш подростковый период, нужно разбирать ваши отношения с родителями, то, как вы воспринимаете себя, то, как вы воспринимали других, тогда, чтобы понять, в результате чего эти негативные установки у вас появились. И эти негативные установки нужно разбирать, а на их место ставить что-то другое, что-то новое. Ни в коем случае не говорю о том, что, знаете, делать из вас, из пессимиста, оптимиста, например. Нет, это безусловно не так. Но у вас негатив явно превалирует. И вот почему превалирует, нужно разбираться. Хотелось бы сказать вам еще и вот что. Ребенок сам по себе пессимистичным быть не может. Ребенок эгоцентрист. Ребенок любит себя. Ребенок не заметит у себя каких-то проблем и трудностей до тех пор, пока ему кто-то об этом не скажет. И именно, когда ребенку говорят, что у него есть какие-то проблемы, когда ребенок понимает, что в жизни есть какие-то проблемы, и когда ему никто не объясняет, почему эти проблемы есть, и как их решать, и появляются комплексы, и появляется вот эта самая депрессивность. Ведь депрессивность это, по сути, невозможность решить свои внутренние противоречия и внутренние проблемы. И если сейчас под влиянием возраста, под влиянием того, что вы уже взрослый человек, вы не чувствуете, может быть, так актуальность своих подростковых проблем, они все же у вас есть. Именно из этого депрессивного подростка выросла та женщина, которая сейчас обращается к нам на ресурс. Вот и давайте подумаем о том, чтобы посмотреть на вас. Так, какой вы были тогда. Не на ту, что есть сейчас, а на ту, кем вы были тогда. И вот когда мы увидим это, когда мы увидим, какие у вас были проблемы там, и как вы реагировали на эти проблемы, и почему вы реагировали на эти проблемы, и в каком направлении вы пытались их решить, и решали ли вообще. Станут понятны ваши причины такого состояния. В принципе, вы можете сами завершить или изменить свою трудовую деятельность, и тем самым выйти из этого состояния, начать из него выходить. В принципе, вы можете сами, больше времени уделяя отдыху, уделяя саморазмитию, уделяя расширению кругозора вниманию, больше занимаясь тем, что вам нравится именно для души, и меньше чувства ответственности, в принципе, вы можете облегчить себя состоянием. И, возможно, вы сможете вновь уравновешивать вот так же, как вы это делали до начала проблемы. Но стоит вам начать опять какую-то ответственную деятельность, и у вас вновь начнется такая же проблема. Понимаете, можно делать много предположений. Предположения относительно того, почему вы стали это испытывать, да? Но эти предположения, они как, знаете, просто пустой звук. Если они правильные, если они найдут отклик у вас в душе, то, наверное, вы посчитаете, что этот эксперт прав, и что, может быть, с ним стоит работу, и так далее. Но, может быть, и так, что у вас будет защитная реакция, как у вас она уже проявилась, когда вы писали о том, что вы себя цените, что не принижаете себя и прочее. Не оспариваете ваши права, я хочу сказать, что в любом случае это защитная реакция. И вопрос отвечает за то, от чего вы защищаете. Когда вы говорите, что чтобы мы избегали банальности, это тоже, это тоже своего рода защитная реакция. Вы не хотите, чтобы мы говорили вам определенных слов, значит, вы уже живете, а это очень хоть ожидаете, на что у вас уже выработалось к этому отношение. Но проблема в том, что это ваше отношение, и оно субъективное. И субъективное отношение не может быть верным. Особенно, если вы обратились к психологу. Екатерина, что я вам хотел бы еще, наверное, добавить на последок, вот после того, как, наверное, рассказал все, что хотел, именно по вашей проблеме. Знаете, вы очень мало говорите о своем отношении вообще ко всему. Ну, вы говорите, что да, вам тяжело, да, вы не хотите что-то делать, не хотите общаться с людьми, а боитесь вы, что с мужем у вас отношения разладаются. Но никакого рефлексирования, слово должно быть вам знакомо, если вы читали материалы про психологию, никакого рефлексирования, никакой рефлексии, правильнее будет сказать, наверное, я не увидел. Вы говорите, что ограничили контакты до минимума. Почему? Что вам извинят? Как вы стали воспринимать людей? Почему вы в них разочарованы? Почему люди вообще должны соответствовать вашим представлениям о них? Почему вы не можете воспринимать людей такими, какие они есть? Что вам мешает это сделать, да? Соответственно, если вы не воспринимаете людей, какие они есть, то вы себя не воспринимаете таким, не воспринимаете себя так, такой, как вы есть. Понимаете? Почему, допустим, вот просто допустим, почему вы, скажем, боитесь потерять своего мужа? То есть, на мой взгляд, очень большой вопрос. То есть, если вы вдруг измените к нему свое отношение, то это будет старше только что, что у вас нет к нему чувств, что вы перестали его любить, перестали хотеть делать его счастливым. А это нормально. И вне зависимости от того, что с вами там происходит, это развитие. И развитие нужно воспринимать адекватно, стараться, по крайней мере. Вы же боитесь. Вы не можете допустить, чтобы у вас, вашим мужем, что-то случилось плохое. Возникает вопрос. Почему? Опять, почему? Природит рефлексия ваше отношение к вашей работе, к депрессивному состоянию в подростковой жизни, к мужу, к людям, да? К работе, к смыслу жизни, к целям. Вы не описываете. Кроме того, вы говорите, что у вас. И вы не видите ни в чем смысла. Обычно человек, который теряет смысл жизни, вот знаете, по такому тоже вот здесь момент, который вам, опять же, вряд ли где-то удастся прочитать. Часто в нашем мире сегодня возникает ситуация, когда человек теряет смысл. Мысль злой жизни. И связано это, как правило, с его социальной позиции, с его социальным положением. То есть, человек занимает неверное социальное положение, положение, не соответствующее ему его способностям, его качествам, его личностям, его ценностям, его взглядам и так далее. И чтобы смысл жизни у вас появился, социальную ситуацию, социальное положение вам нужно изменить. Но куда, в какую сторону? Это зависит от вашего направления, от ваших взглядов, от ваших желаний, от ваших проблем, от ваших мечтаний. От того, в конце концов, какие у вас есть склонности, какие у вас есть способности, какие у вас вообще, в принципе, есть сильные и слабые стороны. Понимаете, совершенно, например, очевидно, что если человек волевой, сильный, характерный, упорный, властный, уверенный в себе и так далее, и этот человек находится под контролем слабого человека, да, под контролем слабого человека, то, понятно, что такой человек потеряет смысл жизни. Почему? Потому что, потому что это не его социальное положение, а какое социальное положение ваше. Понимаете? Чтобы найти смысл, нужно изменить свое социальное положение. Поменять свои социальные права, социальные обязанности. Вы можете сказать, что это банально, но, опять же, вы можете сказать, что это просто слова, что никаких конкретных советов я не даю. Правильно. Потому что вам верно заметила моя коллега, что психологи не дают советов. Мы даем рекомендации. Вы сами решаете выполнять вам их или нет. И чем больше информации о вас, тем больше рекомендаций, тем более они конкретные. Советы же носят абстрактный характер, не более того. Так вот, просто чтож социальное положение. Говоря о нем, хочется, чтобы вы четко понимали свои сильные и слабые стороны. Прямо выпишите себе их. И свое отношение к ним, к этим слабым и сильным сторонам. Вот тогда будет понятно, с большей долей вероятности, в какую сторону вам нужно двигаться. И так далее, кстати говоря, станет понятно, насколько у вас нет проблем с самооценкой, насколько вы себя не принижаете в себя, да, и так далее. Я верю вам, но полагаю, что вы просто-напросто субъективны. От субъективности человек избавиться не может. Иначе не нужны были бы вам тогда психологи и все остальные. Вот. Вот это то, что я могу сказать вам по вашему тексту. Вроде бы ничего не забыл. Вроде бы обо всем сказал. Наверное, вот только вы говорили, что выступали на сцене. Я, по-моему, вас спрашивал, для чего вы это делали. Но, понимаете, человек, который выступает на сцене, это человек творческий. И почему вы их сейчас своим творчеством не занимаетесь? Если у вас желание это делать, и как бы вы хотели это делать? Знаете, если вы человек творчества, то останавливаться в этом процессе вам нельзя. Хотя вы остановились, и, возможно, вся ваша история, это история творческой нереализованности. Но тогда же нужно четко понимать, как бы вы хотели реализовать себя в творчестве. Как и почему. Это вот тоже очень важное, на мой взгляд, направление, в котором вам нужно работать. То есть, для чего вы выступали на сцене. Для чего. Что вам не двигало. Тем более, тем более, если это были подростковые годы. Как я понял. Далее, по поводу мужа. Вы боитесь его потерять, не хотите его потерять, скажем так. Так, тоже заставляет думать о том, насколько вы его любите. Как я уже сказал. Что такое любовь, я уже сказал. Как это происходит. Любовь, я имею ввиду. И вам стоит подумать. Вот то, что вы не хотите им расставаться. Да, вот я даже сейчас найду этот ваш отрывочек. Вот, вы пишите, что я ужасно боюсь, что рано или поздно устану от него. Этого не могу допустить. Вот вы знаете, это не слова человека, который любит. Это слова человека, который нуждается. Нуждаемость в ком-то рядом, но не любит. Нуждаемость и любовь – это разные вещи. Нуждаемость – это именно реализация своих потребностей в теле человека. А любовь – это когда вы готовы человеку отдавать. Отдавать, безусловно, ничего не делая взамен. И не заботясь о том, с вами человек или нет. Я не говорю, что вы ему не отдаёте ничего. Вы отдаёте. Возможно, вы много отдаёте. Но дело именно в вашей потребности. В том, чтобы мужчина, муж был с вами. А это, простите, проблема. Так или иначе. Это серьёзная проблема. Ну вот, в принципе, то, что я хотел вам сказать. Я, наверное, сказал. Все моменты прояснил. Постарался прояснить настолько, насколько это возможно. Поддерживаю коллегу в том, что одним ответом ваши проблемы не решить. Но, в отличие от моих коллег, постарался хоть какие-то рекомендации вам дать, чтобы самой из этого состояния выйти, чтобы хотя бы о чём было подумать вам. Ну и что ж, на этом всё. Я думаю, можно закончить. Если вы всё равно хотите избавиться от своего состояния, вам всё равно придётся поработать с психологом. Очно или нет, то уже мечтать вам. Вот в рамках того, что можно было сделать вот в таком формате, я сделал. На этом я прощаюсь с вами. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Если у вас остались дополнительные вопросы, пожалуйста, пишите мне в личку, я вам помогу. Если вы решите написать дополнение к своему вопросу, то также, пожалуйста, известите меня об этом в личку, чтобы я прочитал дополнение, может быть, ответил на него. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!